Добрый вечер! На телеканале НИК-ТВ новости пришло время подвести итоги дня. С вами Антон Липовский и сначала коротко о некоторых темах. Больше никакой уравниловки. На каких условиях теперь будут работать медики? Каникулы, но не вынужденные. Еще один автогигант объявил об остановке производства. Начать все сначала. Легко ли начать новую жизнь человеку, который потерял все? И гений разных веков, писавшие на Калужской земле. Сегодня красный день календаря для отечественной литературы. Ну а теперь об этих и других событиях более подробно. Центробанк предупреждает об активизации финансовых пирамид. Как говорится в пресс-релизе компании, в настоящее время активизировалась агрессивная реклама интернет-сайтов, на которых населению предлагают услуги по участию в проектах на принципах сетевого маркетинга, где доход формируется за счет средств вновь привлекаемых участников. Всем рекомендуют проявлять осмотрительность и воздержаться от заключения сомнительных договоров. Курс валют тем временем практически не изменился. Курс евро на среду по ЦБ 74 рубля 14 копеек. Американец будет стоить 65 и 45. Немного подешевела бивалютная корзина и стоит чуть более 69 рублей. Уравниловки в системе здравоохранения уже нет и больше не будет, заявила сегодня на отчетной коллегии глава регионального Минздрава Елена Разумеева. Сейчас уже около 4 тысяч работников медучреждений области переведены на так называемый эффективный контракт. Это значит, что их зарплата находится в прямой зависимости от уровня медицинской организации и задач, которые стоят перед учреждением. Важно также, какая квалификация у самого сотрудника и главное, на что обращается внимание при заключении эффективного контракта, количество и качество выполняемой им работы. Продолжительность жизни Калужана увеличилась на 6 лет. Эту маленькую, но важную победу региональный Минздрав связывает с широкомасштабной диспансеризацией. За прошлый год ее прошли более 200 тысяч человек. У 16% обследованных граждан впервые выявили серьезные заболевания, что позволило начать их лечение на ранней стадии. Само отношение к диспансеризации за последние несколько лет серьезно изменилось. По опросам общественного мнения, более 70% населения считают ее позитивным шагом к сохранению здоровья и готовы проходить обследование регулярно. Глава региона уверен, что при всех позитивных итогах показатели эффективности таких осмотров можно и нужно существенно увеличивать. Сделать это, считает он, просто. И никаких дополнительных затрат для этого не потребуется. Врачи должны более ответственно подойти к своим обязанностям и не идти на поводу у пациентов. Мы сейчас затрачиваем большие средства сюда, на диспансеризацию. Но как она проходит? Зачастую она проходит так, как просит пациент. Мне некогда, давай быстрей. Медсестра пробежала по кабинетам, все заполнили, все проштамповали. Иди, здоров. А потом приходит через год у него уже там третья или четвертая степень. Нельзя это делать. Нельзя идти на сделку совесть. Родить без риска для здоровья мамы и ребенка. Это будет возможно в ближайшее время. Строительство обещанного перинатального центра в самом разгаре. И он будет открыт в срок, обещают областные депутаты. О долгожданном подарке для будущих мам и малышей Олеси Хорикова. Краны, спецтехника, скрежет металла, стук молотков и наставление прораба. Шум на территории областной больницы никому не мешает, а наоборот радует. Несмотря на мороз, строительство идет полным ходом. О том, что по соседству с родильным отделением поселится перинатальный центр и каким современным и удобным он будет, выдает только яркий стенд. Здание должно быть достроено в срок. Для калужских чиновников это дело чести. Ведь здоровье детей – приоритетное направление политики всего государства. Это единственный и самый важный повод для внеочередного заседания законодательного собрания. Сегодня заседание сессии прошло как никогда конструктивно. Практически все единодушно поддержали принятие решений по измене бюджета. Случалось оно в том, чтобы деньги из резервного, по сути дела, фонда министерству перенести на целевое значение, на министерство ЖКХ, которые должны пойти целевым образом на строительство принатального центра, как часть для софинансирования и получения средств из федерального бюджета, сумма превышающая миллиард, поэтому это надо было делать оперативно. И сегодня все депутаты это поддержали. Убеждать в нужности перенатального центра никого не приходится. Постоянно врачи говорят о проблеме преждевременных родов и недоношенных детей. С каждым годом их количество увеличивается. А там оказывается помощь уже матерям, начиная с момента того, как беременность началась с ранних сроков. Ведь это основная профилактика. Для преждевременных родов это раннее наблюдение. Таким образом врачи будут круглосуточно контролировать течение беременности пациенток, находящихся в группе риска. Реанимация, барокамеры, лаборатории – все необходимое в одном большом удобном здании. Все для того, чтобы своевременно и качественно помогать женщинам и детям. Олеся Хорикова, Александр Бурылкин, телекомпания НИКО-ТВ. Три новых дома сдали в Солнечной долине. Причем на полгода раньше намеченного срока. Это третья очередь жилых зданий нового микрорайона Наукограда. В каждом из 17-этажных домов около 112 квартир. Есть автономные котельные и вентилируемые фасады. В последние годы Обнинск вышел на качественно новые темпы жилого строительства. Если в 2010 году было сдано чуть больше 30 тысяч квадратных метров, то в последние годы эта цифра переходит рубеж в 80 тысяч. По словам главы городской администрации Александра Авдеева, эти новостройки – хороший образец того, к чему должны стремиться все строители. Анатолий Артамонов признан самым эффективным губернатором. Согласно рейтингу эффективности российских лидеров регионов, калужский лидер потеснил Дмитрия Кобылкина, руководителя Ямала-Ненецкого автономного округа, впервые за последние 7 лет. До этого у нашего губернатора была стабильная вторая строчка. Теперь занял первую с 97 баллами из 100 возможных. Губернатор правильно вел стратегически себя в плане развития экономики, что сейчас сыграет свою роль определенную. И второе, то, что он навсегда уделял внимание отношению с гражданами, проживающими на территории Калужского. Был внимателен, очевидно, к их нуждам. Но в связи с этим такой замечательный результат. Придет время высокой волатильности, поэтому расслабляться не надо. Надо продолжать с той же интенсивностью, чтобы удержать это место. Расслабляться калужский губернатор и не собирается. В интервью «Известием» Анатолий Артамонов сказал, что рационально подходит к своим результатам. Поскольку, несмотря на первое место, работать планирует с большой ответственностью. Цитата. Мне, конечно, приятно. Первое место надо оправдывать. Это хорошо, потому что идет на пользу жителям. Пусть и губернатор будет еще более ответственным. На вопрос о том, что, по его мнению, позволило добавить очков в копилку Калужской области, губернатор пояснил, что за прошлый год в регионе произошел ряд позитивных изменений в развитии сельского хозяйства и экономики. Хоровое пение способствует сплочению. В Миноборнауке калужскую инициативу о ежедневном исполнении гимна в школах назвали позитивной, патриотичной и достойной подражания. Согласно приказу Регионального министерства образования и науки, с начала следующего учебного года, перед началом уроков, калужские школьники будут исполнять гимн России. Эта инициатива принадлежит главе региона. По словам Анатолия Артамонова, практика исполнения гимна с целью воспитания патриотичности есть во многих странах. А у нас порой спортсмены на международных соревнованиях не поют гимн, потому что не знают его слов. Обеспеченные россияне помогут бюджету. Со следующего года те, кто зарабатывает в год более полумиллиарда рублей, будут платить в казну 28% от своей зарплаты. Такой сюрприз богатым людям подготовила Госдума, которая на днях определится, принимать ли такие поправки в налоговый кодекс. 23 февраля Калужский завод ПСМРУС приостановит сборку автомобилей на две недели, сообщает пресс-служба предприятия. Это плановое мероприятие для технического обслуживания и настройки оборудования. На предприятии подчеркивают, что работа возобновится 9 марта. И ни о каком сокращении сотрудников речь не идет. Коллективная отпуска является стандартной практикой для большинства автомобильных заводов. И ПСМРУС практикует это несколько раз в год. Напомню, в декабре прошлого года завод уже приостанавливал производство автомобилей. Однако произошло это по экономическим причинам. История, которая началась в прямом эфире нашего телеканала. Мужчина без определенного места жительства Константин пришел к нам на программу и сказал, что хочет изменить свою жизнь. Легко ли человеку, потерявшему все, вернуться в социум, выяснила Анастасия Юрко. С Константином Капраловым мы познакомились во время работы над материалом о городских попрошайках. Он не знал, что делит место на паперти с переодетым журналистом. Поэтому рассказывал о своей жизни много и не смущаясь. Ему 44 года, лишился крыши над головой, обморозил ноги и живет в центре для бомжей. Когда перед ним открыли карты, он согласился прийти на передачу. Мотив – надоело побираться и захотелось снова стать человеком. – Большая просьба к работодателям. Может сидячий, может стоячий, какая-то работа. Я бывший из Толер-Мебища, хочу найти работу опять ему. С момента передачи прошло уже около двух недель. Все это время Костя ищет работу. Как известно, встречают по одежке. Поэтому мы подготовили для него небольшие подарки. Особенно обрадовался наш подопечный теплой и нескользящей обуви, что в его положении отсутствие части стопы оказалось очень кстати. В Калужском центре занятости Константин уже не первый раз. Он не может стать здесь на учет, так как прописан в Мещевске. Но в поиске работы ему не отказывают. Вакансии, которые предложили в прошлый раз, не подошли. Когда работодатели узнавали об инвалидности и отсутствии документов об образовании, культурно бросали трубку. Подсудный рабочий, упаковщик, охранник, Костя рассматривает все варианты и готов работать целыми днями, даже несмотря на отметки в реабилитационном листе. И вот новый список вакансий на руках. Капралов с воодушевлением спешит в машину, чтобы начать очередной прозвон. Постепенно на листе появляются пометки. Перезвонить позже, прийти завтра. Вообще звоню из Калуги. Я сейчас в бомж-центре проживаю. Через часов, да? Спасибо. Буду вам очень признать. Дай Бог здоровья. Узнав, что в супермаркет требуется охранник, Константин обрадовался. Во-первых, работа ему под силу, а во-вторых, недалеко от бомж-центра. Когда он попытался пробраться к отделу кадров, его попросили не путаться под ногами. Следующий пункт нашей поездки – птицефабрика. Этот вариант хорош тем, что здесь предоставляют еще и жилье. Съемочную группу на территорию не пропускают. И Костя отправляется на собеседование один. Спустя час выходит. Невеселый. Попросили подождать. Как только появится подходящая работа, позвонят. Но терять надежду, говорит, уже нет смысла. Да нет, что он уборал. Сейчас надо еще успеть съесть еще одно место. Так что все в порядке. Время еще есть. Все нормально. Самое главное – руки не опускать. Пока результаты эксперимента не очень утешительны. Найти работу бомжу-инвалиду – задача гиперсложная. Но Капролов верит, что у него все получится. И мы на это надеемся вместе с ним. Анастасия Юрко, Никита Богадов, телекомпания НИКО-ТВ. Никаких чрезмерных наценок. Народный контроль в ходе очередного рейда по магазинам Обнинска нарушений не выявил. Овощи, мясо, птицы, колбасы, хлебобулочные и молочные изделия стоят в пределах допустимого. Торговые точки в спекуляции не замечены. При этом продавцы отмечают – в Наукограде популярностью пользуются продукты калужских производителей. И как показывает практика, после посещения магазинов представителями Народного фронта стоимость товара меняется в сторону снижения. Альтернатива кабельному и аналоговому телевидению. Согласно федеральной программе по переводу вещания на цифровой формат, строительство цифровой сети в области обеспечит трансляцию 20 бесплатных каналов. Программа стартовала в 2009-м. Сейчас большая часть жителей нашего региона уже имеет возможность бесплатного доступа к 10 каналам первого мультиплекса. Трансляция организована в Калуге, Обнинске, Сухиничах, Медене, Масайске, Бетлице, Юхнове и Износках. Однако оказалось, что к приему цифрового сигнала готовы далеко не все, из-за отсутствия систем коллективного приема телевидения. Глава региона призвал разобраться в ситуации. Ведь в ближайшие годы аналоговое телевидение могут отключить совсем. А доступ к основным каналам должен быть у всех. Кто будет оплачивать установку антенн коллективного приема передач, сами жители или управляющие компании, окончательно еще предстоит решить. Этим вопросом займется специальная комиссия. Сегодня важный день в истории русской литературы. 125 лет со дня рождения Бориса Пастернака и 178 лет исполнилось со дня смерти Александра Пушкина. Их поэтический дар до сих пор сравнивают в различных литературных изданиях. Оба прожили непростую яркую жизнь, оставив богатое творческое наследие для потомков. Есть в ней страницы, связанные с Калужской землей. Наталья Вепринц вокунулась в историю. О связи Пушкина и Пастернака написан не один труд, сказана не одна меткая и мудрая фраза. Борис Леонидович Пастернак родился в день смерти Александра Сергеевича. Их разделяет целый век, но гений вне времени. Мы можем бесконечно долго говорить о том, во имя чего живет человек, но лучше, чем Пушкин, в общем-то, и не скажешь. Мы жены для вдохновения, для звуков сладких и молитв. То есть мы жены для творчества, для веры и для любви. Ведь Пастернак по существу повторил пушкинский путь. Вернее, он от формальных каких-то изысков, от футуристического какого-то ощущения поэзии, он пришел к какому-то простому, ясному миропониманию. Вот абсолютно пушкинскому, да, во всем мне хочется дойти до самой сути. 10 февраля – дата, конечно, скорбная. И по традиции ее памятным собранием отмечают у дома, где умер поэт, на набережной Мойке-12 в Петербурге и на могиле на Псковщине. В Калужской области делают акцент на страничках более жизнеутверждающих. В полотненном заводе в родовой усадьбе жены поэта Натальи Николаевны Кончаровой с большим радушием встречают гостей на пушкинских летних праздниках. В день рождения поэта читают стихи, ставят спектакли. Причем традиция – это очень давняя. В начале 20 века здесь существовал первый раб-театр, названный в честь Пушкина. Рабочие с большим воодушевлением играли русалку Евгения Онегина. Калужский край для Пастернака начался с железной дороги. Вот эти рисунки, сделанные маленьким Борей, хранятся в музеях, связанных с его именем. В 1903 году семья жила под Малой Рославцем в Оболенском. Впечатления от проходящего поезда лягут в один из эпизодов в «Докторе Живаго». А позже Борису придется вновь вернуться под Калугу и начать писать. Борис Леонидович Пастернак как раз-таки был здесь во время Великой Отечественной войны. Очень интересный момент в его биографии, потому что перед войной он фактически был отстранен от литературы, жил у себя от дачи в Переделкино. А вот война, она как раз-таки инициировала какие-то процессы, происходящие в его сознании. И он действительно, в общем-то, в качестве фронтового корреспондента здесь под Малой Рославцем был. Собирал материал и вот несколько стихотворений, очень интересных, написаны именно тогда, в частности тот же сапер. Творчеству обоих писателей посвящено огромное количество академических трудов. Пушкин стал для Пастернака путеводной звездой, как и сам он, мерил им слово для наших современников. И, как надеются литературой Веды, в 2015-м, названном Годом Литературы, у нас найдется больше поводов вспомнить этих двух гениев. Ведь Калужская земля для них стала родной. Наталья Вепринцева, Илья Хромов, телекомпания НИКО-ТВ. Глаза боятся, лапы делают. Герой следующего видео доказывает, что никакие преграды не способны остановить, если поставил себе цель. Например, устроить прогулку, даже если снежные заносы встали на пути. Точно знает, как справляться с любыми трудностями. Это, конечно же, калужские спортсмены. Об их результатах расскажет Валерий Кузнецов. Валерий, добрый вечер. Чем отличились наши ребята? Добрый вечер, Антон. Я думаю, сомневаться в том, что они справляются с трудностями успешно, не стоит. Тем более, доказывают они это на практике. Зимний легкоатлетический сезон продолжается. 12 февраля многократная рекордсменка мира, двукратная олимпийская, чемпионка в прыжках в шестом Елена Исенбаева, заявит о возвращении в профессиональный спорт, сообщает пресс-служба Центрального спортивного клуба армии. Напомню, что спортсменка пропустила несколько сезонов подряд, а в июне Елена родила дочь. Но мысль об очередном рекордном прыжке не дает мне покоя, сказала Исенбаева ранее в интервью агентству AirSport. И калужские сноубордисты не стоят на месте. На втором этапе Кубка Тулы по горным лыжам и сноуборду в дисциплине Border Cross наши спортсмены одержали две победы. В старшей группе у юношей лучшим стал Павел Анташук, а среди девушек золотая награда досталась Александре Беловой. Достойную конкуренцию нашим спортсменам составляли около 40 человек. Успешно проявили себя и представители горнолыжного спорта. Алексей Бакин и Виталий Кавтин заняли призовые места в своих возрастных категориях. Успехи калужских представителей отметила исполняющая обязанности президента Федерации горнолыжного спорта и сноуборда Тульской области Максим Гончаров. В этом году мы только познакомились с вашей федерацией горнолыжного спорта и сноуборда в Калужской области. Проводим сейчас совместные тренировки. И так как у вас есть очень хороший горнолыжный центр Квань с профессиональными тренировками, плюс тренер с Москвы приезжает, уровень ваших спортсменов во много раз возрос. И они представляют для нас, допустим, серьезную конкуренцию. Их достаточно сложно победить. И вот, скажем так, с переменным успехом иногда побеждают они нас. Вновь в ударе в Брянской области подошел к концу открытый региональный турнир по смешанным единоборствам. В нем принимали участие спортсмены из шести регионов, в числе которых оказались и сборная Калужской области по ММА. Нашей команде удалось завоевать две серебряных медали и одну бронзу. А золото нашей области принес Сергей Антипов. Он выступал в весовой категории до 93 килограммов. В финальном поединке Калужанин одержал победу удушающим приемом. В общекомандном зачете наш регион занял второе место, уступив первенство в Брянской области. Уровень турнира, ну, бойцы, скажем так, были сильные на самом деле, очень сильные бойцы. Были призеры чемпионата России, ребята выступали. Сейчас 14-15 марта у нас областной чемпионат, отборная чемпионата СВО, то есть будем отбирать сборную Калужской области по СБМ ММА. И космический хоккей. Юные калужские хоккеисты продолжают радовать своими результатами. На сей раз команда спортивной школы «Космос» 2003 года рождения добилась двух разгромных побед в Тамбове. Первый матч 14-го тура завершился со счетом 12-3 в пользу коллектива под руководством Александра Кудинова. Во второй игре «Космос» забросил 11 шайб в ворота соперника, который смог ответить лишь шестью точными попаданиями. Калужане заработали 4 очка и закрепились на второй строчке в турнирной таблице. В следующем туре нашу команду ожидают два домашних матча с ровесниками из Липецка. А в настоящий космический хоккей играют национальные хоккейные лиги. Игрок «Колорадо Флейм» Джон Квик после своего броска, скорее всего, уже праздновал забитый гол. Однако шайба по каким-то космическим законам выскочила из ворот. Ну и, как я и обещала, у нас только радостные новости сегодня. Что ж, спасибо, Валерия. На этом наш выпуск подошел к концу. Смотрите Нику, будьте в центре событий. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова